Сегодня у нас появилась острая необходимость съездить в поселок городского типа Сернур. И хотим мы вместе с вами совершить туда небольшую поездку. Сам поселок городского типа Сернур находится в северо-восточной части республики Мурел, примерно в 200 километрах от Зеленодольска. Дорога до этого поселка проходит по очень живописным местам и прекрасна в любое время года. Пейзажи за окном меняются довольно динамично. Поля перемежаются лесами, за поворотами дороги скрываются мосты через реки и речушки. С высоких холмов открываются виды на десятки километров окрестно. А в такой день, как сегодня, и небо радует нас бескрайней синевой и бегущими кучевыми облаками. Очень украшают дороги скульптурные композиции, например, стоящие рядом с дорогой Лось. В детстве я с трепетом глядывался в автобусное окно, стараясь не пропустить тот момент, когда я его увижу. Дорогу на участке Зеленодольской шкарла, несмотря на ее хорошее состояние, ремонтируют, расширяют и укрепляют. Развивается и придорожный сервис. Так, рядом с нашей любимой заправкой Ирбис, открылась кафе Ложка. Мы уже обедали в нем и остались довольны как выбором блюд, так и стоимостью. Очень можем порекомендовать вам гуляш из говядины. Он здесь вкусный и сочный. Наряду со всеми этими положительными изменениями, также увеличивается число автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений, особенно в населенных пунктах. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения и учитывайте это. В своих поездках, как вы знаете, мы всегда останавливаемся для того, чтобы сделать зарядку. И хотим показать вам те красоты, которые открываются здесь перед нами. Посмотрите, леса, перемежающиеся полями, бескрайние дали и летящие сверху облака. После поворота на Чебоксары дорога продолжает виться рядом с национальным парком Мари-Чудра, что в переводе означает «Марийский лес». Площадь национального парка составляет 366 квадратных километров. В него входят как доступные для посещения зоны, так и полностью заповедные. Посмотрите, как красиво деревья вокруг нас, как на ярком солнце, так и в тени. Движение уже не такое интенсивное, а каждый поворот сулит какие-то необычные красивые виды. А после поселка Силикатная дорога и вовсе состоит из двух проезжих частей с разделительной полосой между ними. И такая прекрасная дорога длится, в принципе, до самой Ишкаралы. Ну а сейчас пришло время свернуть на объездную столицу республики Мариэл и двигаться в сторону Сервера. Эта объездная дорога, построенная в 80-е годы 20-го века, значительно уменьшила трафик через сам город. Посмотрите, какое здесь высокое небо и прекрасные летящие по нему облака. Что мне больше всего запомнилось, так это аэродром, который находится слева от меня. И приезжая мимо, я все время надеялся увидеть самолет, который бы взлетал или садился на взлетно-посадочную полосу. Один раз мое желание было исполнено. Вечером я увидел, как весь в огнях на взлетно-посадочную полосу заходил самолет. Объездная примерно 10 километров, и пришло время съехать с нее и уже направиться непосредственно на восток республики Мариэл. Ну что ж, прошел час с момента нашей последней остановки. Мы доехали до очередных замечательных пейзажей, которые открываются за моей спиной. Посмотрите, как красиво там желтеют поля, бескрайние луга и вдалеке лес. Очень красивая природа республики Мариэл. Сейчас я вам покажу виды с другой стороны. С другой стороны открываются тоже очень красивые виды. Они открываются в сторону аэродрома, мимо которого мы недавно проехали. Посмотрите, какая красота вокруг. Удивительно. Домики, раскинувшиеся на этих бескрайних просторах, облака вдалеке, аэродром. И вот так все это выглядит на широкоугольную камеру. Погода сегодня просто потрясающая. А в небе над нами летит самолет. Пейзажи при движении на восток от Нишкаралы меняются. Здесь уже нет таких больших протяженных лесов. Есть лишь лесополосы и довольно большое количество полей. Некоторые из них засеяны мировыми, а некоторые уже готовятся под озимые культуры. Дорога здесь также состоит из двух проезжих частей и очень широкая. В поле комфортно ехать. И самое главное, здесь есть родник дружбы народов. Когда мы едем к себе в деревню, если у нас нет с собой запаса воды, мы всегда останавливаемся и набираем здесь прекрасную чистую родниковую воду. Через несколько километров мы доехали до поселка Алексеевский. И здесь открылось придорожное кафе, которое называется «Есть-поесть». У этого кафе есть летняя терраса, довольно уютный зал для приема пищи и широкий ассортимент блюд. Причем есть те, которые придется вам подождать. Или, если вы торопитесь, вы можете выбрать уже готовые блюда. А чуть дальше дорога сужается, состоит из одной проезжей части. Но ее также приводят в порядок, ремонтируют, расширяют. Вы можете видеть, что здесь положили свежий асфальт, на нем еще нет разметки. Ехать по такой дороге, конечно же, очень комфортно и приятно. Вскоре мы доехали до поселка Советский, в котором располагался центральный автовокзал. Здесь всегда было большое количество автобусов. Люди выходили, пересаживались, ожидали свой рейс, свой маршрут. Но сейчас, конечно же, это все история. Число автобусных маршрутов сократилось. Люди пользуются общественным транспортом и различными агрегаторами. На холме после Советского находился большой пост полиции, пост ГИБДД. Часто меня проверяли, когда я ездил в деревню на своем автомобиле. И дальше мы подъезжаем к поселку Верхушнур. Верхушнур в переводе с марийского – это «верх-вниз». Такое название поселку дало особенности его расположения. Он находится на двух холмах. Таким образом, для того, чтобы переехать из одной части поселка в другую, необходимо спуститься с одного холма, потом вновь подняться на другой, потом вновь спуститься. Таким образом, двигаясь вверх-вниз, люди и дали название этому населенному пункту. Как вы можете видеть, дорога здесь тоже ремонтируется. Сейчас мы подъезжаем с вами к одному из самых красивых и любимых вновь мест в этой дороге. Остановиться здесь нет никакой возможности, но я покажу вам видео из своей предыдущей поездки. Обратите внимание, что эти места красивы как в яркую, солнечную, так и в ненастную погоду. Одно из самых красивейших мест, которое открывается с дороги, в республике Морел. Потрясающие дали. Всегда разные. Зимой белые, весной ярко-зеленые. И сейчас вот такие, с созреющим урожаем. Леса перемежаются трудами, озерами. Очень красиво. После поселка Верхушнур крупных населенных пунктов уже не будет до самого Сернура. Поэтому мы будем ехать вдоль полей, вдоль леса полос и приезжать в небольшие деревни. Для меня памятно вот это место. Когда мы с родителями ездили в деревню на автобусе, мы в некоторых случаях доезжали до поворота на поселок Куженер, выходили здесь с автобуса и шли на остановку. Ждали там некую попутку, какой-то автомобиль, автобус и потом ехали уже дальше к своей деревне. В то время мы тратили для того, чтобы добраться до своих родных, примерно 8-10 часов времени. Что, конечно же, сейчас смотрится как-то дико. Ну, а мы продолжаем движение в сторону поселка городского типа Сернур. Смотрите, какие красоты окружают нас здесь. Бескрайние поля, дали, холмы, облака и голубое-голубое небо. Очень красиво, очень живописно. Если бы я был художником, я бы, конечно, здесь рисовал какие-нибудь пейзажи. Доехали до еще одного очень красивого места. Посмотрите, какие пейзажи. Поля, к сожалению, израстающие лесами, дали, перелески и облака. Огромное количество облаков сегодня. Чуть поодаль, вот место нашей последней остановки, находится село Токтай-Беляк, что в переводе с марийского означает «земля, принадлежащая роду Токтай». Это село, которое находится на двух холмах. Здесь есть пруд, в котором разводят рыбу. Она довольно старая и очень красивая. Чуть поодаль, находится очередная скульптурная композиция «Горняк». Давайте остановимся рядом с ней и посмотрим на нее поближе. Эта скульптура посвящена работникам каменного карьера, который находится здесь неподалеку. Вот так вот выглядит здесь фигура мужчины, держащего каменный свод «Горняк». Красивое лицо, сильный, потрясающе. Чем ближе мы подъезжаем к поселку городского типа Сермер, тем бескрайнее становятся поля, тем дальше от нас отходят леса. И здесь как раз-таки места, где занимаются земледелья. На въезде в Сермер мы встречаем заправку Датнефть. Очень приятно видеть название нашей республики в отдаленных уголках нашей страны. Стеллу Сермер и сам поселок. В поселке очень красивые церкви, много парков, много красивых элементов. Об этом будет отдельное видео на нашем канале. Хочется отметить, что поселок очень зеленый. Здесь очень чисто, очень доброжелательные люди. Ну что ж, на этом дорога до Сермера подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за просмотр, пожелать вам всего самого наилучшего. И берегите себя. До новых встреч, ребята. Пока-пока.